Наш учредитель департамент спорта города Москвы вместе к новым победам Поле 16 представителей, точнее молодежки команд, представляющих Премьер Лигу Вот это какой интересный проход здесь был от Михаила Лямсина В каждом матче, в каждом матче команда UFL 1 забивает с угловых Тут есть и высокие ребята, и тот же Емлиханов, и Грибакин может Хотя Грибакин вообще представляет UFL 2 Ну и плюс есть хорошо подающие, и Тетюшин, и Лямзин, и Фурман Все они могут в этом, в том числе опять же, потому что сегодня как раз именно эта команда и на поле А вот это Фурман двоих, как обыграл красиво, он уже в чужой штрафной И зарабатывает очередной главой под аплодисментом И пару месяцев отдыхал И вот сегодня может наконец-то игровую практику получить и на добивании Что в апреле отпраздновал бы свой 54-й день рождения основателя этой школы Имя которого она сейчас и носит Юрий Петрович Коноплев всех причастных с этим праздником А это Лямзин Лямзин третий удар уже буквально за Ну с правой как раз очень удобно, если стенку удастся обвести и бьет Действительно едва не забивает Воробьев и на добивание все еще можно пробить, но нет, отбиваются чертановцы Мяч попадает Потому что все-таки есть активные хавбеки на флангах Это в частности Коваленко и Тетюшин Вот снова Коваленко с мячом Прострел от Александра И замыкать будет его Отправился сюда в молодежку Посмотрим вскоре на него А это нафигов и удар от Виктора Прямо в руки Павлу Шалиму Хомяков, Лямзин Еще раз попробует пробить Да, бьет еще раз Лямзин Четыре Начали грешить футболисты уже Ошибками и неточными передачами И вот сейчас будет опасный выход Один на один И спасает свою команду Александр Весьма-весьма горячими Тетюшин справа Подключается Дудкин Есть возможность для прострела И Кирилл простреливает И Надольский едва красоту не положил Но все-таки Снова Надольский Находит Лямзина Лямзин уже Четыре раза пробил в этом матче по родному Но пока в створ не попал Еще один навес Принимает мяч Якименко и забивает Якименко указывает на центр Главный арбитр Отмечаем, во-первых, не только то Как Якименко принял эту передачу Ну и, конечно, хороший навес Справа от Дудкина 1-0 Чертанова Мангуткин 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 Как можно взять оттуда подать Дать А? Гол У ворота команды Академии Коноплёв Задил игрок Шарстанова Под номером Семьдесят Максим И Якименко Кликов Подустал уже немножко Антон Но, тем не менее, тащит мяч вперед Находит Лямзина Лямзин кружится на месте Мяч сохраняет Ух ты, как Якименко исполняет И вот сейчас бы забить еще такой момент Ну, не так много адресатов впереди Вот есть Павлюк Снова верховая передача в сторону Кондратюка Ну и вот, надо забивать и забивает Академия Коноплёва Упустили, чертановцы Академия Коноплёва Ну и сильные стороны Кондратюка, я думаю, согласитесь, сработали Снова верховая передача в его сторону Он там стянул на себя двух оппонентов Мяч в итоге отскочил к Щетинину А вот здесь мяч оказывается в воротах И причем сами себе забивают Коноплёвцы Обидно, да, для них Прострел от Надольского или все-таки Якименко На кого засчитать? Сейчас спросим у арбитра 2-1 Быстро чертановцы, надо сказать, вернули Родионова ничего не обвинишь Там просто в девятку вонзил И все, это финальный свисток Чертанова одерживает победу в этом матче Со счетом 2-1 Максима Якименко И автогол Петра Ракова Плюс красивый гол Владислава Щетинина Компания Диаспорт помогает развитию детско-юношеского футбола Наш партнер – футбольная академия Чертанова Диаспорт – это футбольные поля под ключ Звоните и, назвав кодовое слово Чертанова, вы получите хорошую скидку Футболь successful футбольную академия Чертанова